Форум народа Казахстана. Правительство Казахстана отныне будет заседать в закрытом режиме. Журналистов теперь на совещание Кабинета Министров пускать не будут. Об этом заявила вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, сославшись на оперативный режим работы правительства. Министры на людях будут появляться только в службе центральных коммуникаций при президенте. Здесь вот площадка СЦК, мы здесь будем давать информацию, но это не значит, что мы вообще не будем приглашать на правительственную площадку, обязательно вас будем приглашать. Просто у нас сейчас стоят очень огромные задачи, которые нужно решить очень в краткие сроки. Поэтому режим очень такой оперативный. Предводитель всех провластных общественных движений Нурлан Ерембетов в закрытом формате правительства ничего страшного не видит и полагает, что такая форма общения с прессой очень даже хороша. Давайте попробуем новый метод. Если, допустим, мне вчера понравилась хорошая площадка на СЦК, когда пришли 5-6 министров, допустим, и рассказали все, что там происходит. Причем уже не вы за ними бегали, они ждали ваших вопросов. Не вы за ними по коридорам, допустим, по лестничным площадкам метались. Они сидели перед вами и могли ответить на любые вопросы. То есть выбирается, наверное, новая форма общения. Мне кажется, что давайте к этому разговору вернемся через некоторое время, чтобы оценить, насколько вы стали информированием, насколько общество стало информированием после вот таких нововведений. Я предлагаю здесь вот сегодня немножко подождать. Давайте сейчас у правительства такой тест. Насколько он состоится, обсудим потом. А вот общественный деятель Дос Кушим уверен, закрываться от прессы может только правительство, не имеющее ничего общего с демократией. Мне кажется, это ненормально. Может быть, скажем, совбез провести свои, скажем, заседания в закрытом режиме, а правительство должно быть всегда открыто. Это, по-моему, первый принцип демократического государства, если мы написали в своей конституции, что мы демократическое государство. Закрыть работу правительства от посторонних глаз – первое, что сделал вновь назначенный премьер-министр страны Карим Масимов. И судя по тому, что служба центральной коммуникации при президенте появилась именно в период, когда Масимов был главой администрации Ельбасы, мера эта планировалась задолго. О чем будут совещаться слуги народа, закрывшись от прессы, остается только догадываться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова